друзья привет сегодня с вами хочу поговорить про интуитивное питание и действительно интуитивное питание существует или не существует очень-очень у многих есть вопросы связанные с интуитивным питанием книги ведь есть интуитивного питания и многие пытаются как-то это вырулить я расскажу про себя расскажу про то что я знаю про интуитивное питание и то к чему вам нужно действительно или стремиться или пытаться это исключить в общем те вещи которые реально реально влияют на ваше физическое психическое здоровье если вам интересна эта тема пожалуйста пишите комментарии и сразу вам скажу что интуитивное питание это та история которая вообще не всем показано многие пишут о том что я таксика и счастливая счастливая на интуитивном питании чтобы прийти к условно интуитивному питанию очень важно пройти огонь воды и грубо говоря и медные трубы что это значит это значит к тому времени когда вы начнете интуитивно питаться вы уже четко должны осознавать моменты вот это белок вот это жиры вот эта клетчатка вот это сложные углеводы это простые углеводы для чего многие люди обращаются к диетологам эндокринологом и другим врачам сразу вам скажу что те фитоняшки которые рассказывают про интуитивное питание и показывают что они едят это может быть красиво внешне но не всегда здорово внутри почему я хочу с вами поговорить про эту тему иногда не интуитивно кажется что я хочу есть кашу не знаю запивать это все капучино и заедать это все не знаю там каким-то пряниками да это питание но после этого питания месяц где-то другой я пойду сдавать на анализы и пойду там по разным врачам соответственно не понимая свой организм не понимаешь например у человека в этот момент пиковый стресс или пиковый уровень сахара или в этот момент нехватка топовая нехватка энергии по базовым аминокислотам жирам сложным углеводом организм будет думать о том что ну как бы надо надо чё-то там загрузить в себя такое чтобы аж бомбанула и когда вот такое происходит в организме ничего абсолютно полезного и хорошего не может быть в долгосрочной перспективе в интуитивном питании многие уходят в какую-то историю связанную с там не знаю овощеедством фруктоедством еще каким-то едством почему потому что все так или иначе пытаются справиться с какими-то своими недугами а с какими-то своими моментами связанные с метаболизмом выведением распадом каких-то веществ и каждый хочет как-то прям себя поддерживать в хорошем состоянии и ищет для себя этот способ временно-временно вот эти все диеты они подходят да и там человеку кожа очищается там что-то у него там просветляется в мозгу да потому что мясо не ест там кислого меньше поступает и организму меньше на вывод работать в общем эти все моменты они работают но не так долго как хотелось бы и интуитивное питание подразумевает под собой как я сказала что вы уже чувствуете но чувствовать можно по-разному сразу вам скажу например человеку у которого доля хасима или у него нарушение желчаток и ему будет казаться что ему нельзя есть эти жиры ему станет плохо или человеку например с пониженной секреторной функции желудка он не будет хотеть это мясо потому что это мясо будет превращаться в аммиак аммиак будет накапливаться будет воздействовать на мозг токсический и человек будет себя плохо чувствовать но причина в этом как вы думаете еда или проблема в желудочно-кишечном тракте еще один момент интуитивное питание никогда нельзя есть на стрессе я вам уже это объясняла сто раз на стрессе пищеварение замедляется или наоборот человек не может остановиться поэтому многие люди которые сталкиваются с теми или видами агрессивной среды начальникам какими-то ипотеками еще чем находясь в хроническом стрессе они ищут способ какой-то нормально хотя бы себя напитать потому что когда ты в стрессе все организационно должен получать но тогда заходит больше растительная пища да когда у вас хронический длительный стресс и интуитивное питание ни в коем случае не подходит молодым девочкам которым еще нет там не знаю они 18-15 лет они не понимают что такое белок жир углевод клетчатка жирорастворимые водорастворимые витамины и они показывают например как они там красиво и посасывают свой капучино запивая круассаном и там им всем хлопают какая стройная ест что хочет ест что хочет до поры до времени и не надо экспериментировать то есть со своим желчным поджелудочной и другими вещами такая история подходит людям которые пережили например расстройство пищевого поведения им нельзя ограничиваться ну то есть ограничивать хотя бы что-то вообще им нельзя но интуитивное питание абсолютно абсолютно не подходит людям которые в долгосрочной перспективе хотят хотят чувствовать себя хорошо почему я говорю потому что чтобы интуитивно питаться нужно уже иметь опыт отношений с едой то есть это отношение с едой понимание отношений с едой то есть элементарно что если патогенная микрофлора да и и сразу не увидишь человеку может хотеться бесконечно сладкого и он будет думать что он сладкоежка просто и интуитивное питание будет его подсказывать о том чтобы он хотя бы арбузы там наедал хотя бы не конфеты например там фруктами объедался или например у человека у которого хронический стресс стресс стрессе плохо он будет белок расщеплять организм будет говорить давай углеводы давай 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 и вот вот такие моменты человек который осознает свое тело свое состояние свое окружение понимать где он работает кто вокруг него какие-то отношения в семье он вот такой человек может говорить об осознанном питании потому что ведь он реагирует на все что происходит плюс у него уже есть понимание что да вот это вот здесь вот где-то находится примерно то что мне даст там электролиты здесь примерно находится что мне даст там не знаю мой белок суточный здесь примерно кальций а здесь примерно магний а здесь примерно я могу взять свое железо вот это интуитивное питание оно скорее не интуитивное а логически интуитивное еда бывает ошибается да о блин пошло не такой сделал что-то не так ну чувствует ну и нормально пошли дальше ну хотя бы это осознает а когда интуитивно я скажу так мне в 18 лет хотелось интуитивно съесть гамбургер за есть мороженым выпить сверху пепси колу заесть фруктами и там и пойти прыгать бегать отжиматься потом какая-то история с тревогой потому что настолько высока глюкоза это все сжечь очень сложно поэтому вот такие истории с интуитивным питанием конечно я вам не рекомендую напишите о своем опыте возможно был качественный возможно некачественный и возможно вы на каких-то диетах сидели и все мы хотим чувствовать себя хорошо в старости и поэтому многие начинают с молодости